Запоминающаяся поездка с ветерком График от 25 минимально до 35 рублей За 6 месяцев спокойно мог там уже каждый год поднимать эти, значит, зато и два раза в год тарифы Но была возможность не повышать, не повышали Сейчас такой нет возможности, приходится повышать Нынешний график, который там представлен, повышение Это уже не причина, а следствие, то есть вот этого не повышения многолетнего Общее снижение пассажиропоток тоже дает о себе знать Крови для всей страны, наверное, не прошел бесследно Да, то есть очень много людей болеют, соответственно На удаленке учебные заведения, а студенты там одна из частей Часть пассажиропотока, да, очень большая Это студенты, это школьники Ответственно, им приходится как-то брать какие-то заемные средства Чтобы просто остаться как-то на полу, чтобы не прекратить перевозки вообще Последний раз стоимость проезда в общественном транспорте менялась в 2018 году Тогда цена поездки в автобусах и в маршрутках выросла сразу с 17 до 23 рублей Спустя год антимонопольная служба обвинила перевозчиков в картельном сговоре Транспортники пытались обжаловать решение УФАС в арбитраже Однако суды трех инстанций встали на сторону антимонопольной службы Напомним, что в Саратове действуют нерегулируемые тарифы на проезд В такой ситуации в мэрии утверждают, что никак не могут влиять на аппетиты перевозчиков К сожалению, мы работаем в рамках 220-го федерального закона Где установление тарифа – это право перевозчика Соответственно, согласно процедуре, они уведомили за 180 дней Разместили необходимые информационные объявления на своих маршрутах И вот сейчас наступает пора пересмотра тарифов, согласно графику С конца марта и последний у нас вступит в силу в середине августа Люди же на остановках пересматривают мысленно свой бюджет и ждут соотношения, цена-качество Для многих резкое повышение – дар по кошельку Ой, ёлки, я с ума сошла опять Сколько бы у вас устроил проезд? Не больше 25 При условии того качества транспорта? Да, да, да Что скажете вообще про обслуживание транспорта? Какие у нас автобусы, троллейбусы? Много ли старых? Автобусов? Да, много старых Ну, есть и хорошие, конечно Водители бывают грубят Есть такое А летом жарко? Летом жарко Сколько должен стоить проезд? Дешевле, чем сейчас Они еще дороже, чем будет Почему дешевле? Качество не соответствует? Качество не соответствует Не во всех автобусах объявляют остановки Грубят там Кондукторы бывают Летом жарко? Летом жарко, да А зимой тепло? А как? Смотря в какой автобус, какой рейс сядешь То есть бывает и холодно зимой? Да, бывает В этом году вообще 284А, по-моему Наверное, месяц холодно было У нас в Балакове уже подорожало Уже 27 рублей Качество транспорта у вас в Балакове Новый подвижной состав, старый Да, нормальный, хороший На троллейбусах не езжу, не знаю А автобусы нормальные Смягчить удар по кошелькам горожан Могли бы транспортные карты Такой инструмент работает во многих российских городах Давая возможность пассажирам экономить при оплате проезда В Саратове нечто подобное внедрили на электротранспорте В мэрии уверяют, что карта «Поехали» Жива и пользуется спросом у горожан Но о появлении нечто похожего в автобусах и маршрутках речь пока не идет Там со скрипом внедрили простую бесконтактную оплату С качеством обслуживания хуже, но проблему в региональном Минтрансе признают Подвижной состав меняется медленно На линиях еще много автохлама из Европы В областном Минтрансе говорят, что законодательно не могут отсекать компании с устаревшим подвижным составом В то же время у чиновников есть возможность влиять на ситуацию Прописывать так называемые удобства в конкурсной документации Конкурс, он как правило проводится на пять лет Если три года назад он был проведен и выиграли подвижным составом, где нет соответствующего оборудования То крайне сложно сейчас с законодательной точки зрения заставить перевозчика нести дополнительные затраты Если брать троллейбусы, то ситуация с подвижным составом резко улучшили 70 новеньких адмиралов На фоне всего остального они смотрятся как пришельцы из будущего Вот только за новизной и комфортом старые болячки нашего общественного транспорта В ходе недавнего вечернего рейда это на себе испытали чиновники Минтранса Они так и не смогли дождаться троллейбуса 15 маршрута На остальных выявили большие интервалы между рейсами Мы видим картину по Саратову В целом у нас сейчас выпуск подвижного состава составляет 78-79% от плановых значений Это мало Фактически от того, что должно быть на линии У нас недовыпуск идет около 20% В принципе взаимоотношения между пассажиропотоком и общественным транспортом строятся на уровне рефлексов К примеру, если троллейбус постоянно ходит в вечернее время, то люди к этому привыкают А если его нет, то они выбирают автобус или даже такси И потом, когда этот троллейбус неожиданно появляется, то чему удивляться, если остановка уже пустая Народная поговорка гласит Обещанного ждут три года В случае с общественным транспортом профильная программа жителей Саратова отсылает в 2030-й То есть у чиновников в запасе целых 8 лет А там как пойдет Пока же на муниципальном уровне не могут добиться от перевозчиков баланса Летом в автобусе прохладно, зимой тепло Впрочем, по нашим данным, сейчас мэрия уже судится сразу с несколькими крупными перевозчиками Из-за несоблюдения указанных требований Ну а ближе к лету чиновники обещают начать проверки транспорта на наличие кондиционеров Недавний случай в трамвае можно считать генеральной репетицией Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...